Добрый день! Вот этому достижению, да, серебряной награде, которую завоевала Ирма Махиня, вы ожидали такого результата? Нет, вы знаете, действительно Краснодарский край и Сочи очень широко представлены на Олимпиаде в Пекине сейчас, но если бы рассматривали шансы наших спортсменов до Олимпиады, то Ирма Махиня, она была бы вот в конце этого списка, если иметь в виду шансы на медали. Но вы знаете, спорт, он тем и хорош, что часто бывают сюрпризы и задача спортсмена хорошо подготовиться к главному старту, выйти на этот старт и показать все, что ты можешь. А там уже могут произойти всякие ситуации, потому что хорошо наши зрители, наверное, тоже знают, что помощь пришла оттуда, откуда не ждали. Четыре самые сильные команды, претендовавшие на медали Пекинской Олимпиады, были дисквалифицированы, потому что костюмы летающих лыжников не соответствовали стандартам, нормам. Был эффект парашюта, который позволял спортсменам летать дальше. И, соответственно, этим преимуществом они пользовались в течение всего сезона на этапах Кубка мира, на других соревнованиях. А в Пекине перед стартами их предупредили, все команды были предупреждены, что будут караться нарушения отклонения от правил. И те, кто эти правила нарушил, те, собственно, и пострадали. Но и везение, везение это вообще черта, которая присуща настоящим спортсменам, боевым людям, которые рассчитывают побеждать в этой жизни, не только в спорте, но и в других аспектах нашей жизни. И поэтому Ирму Махиню мы поздравляем с серебром, поздравляем всю нашу команду. И действительно, это большой успех для Сочи, потому что со времен Алексея Воеводы у нас не было таких достижений на Олимпиаде. И это 19-летняя девочка, которая родилась в Кудепсте, в многодетной семье, кроме нее еще 6 детей, которая благодаря своему упорству взошла на пьедестал олимпийский в Пекине. Она до этого занималась гимнастикой вместе со своей сестрой в спортивной школе. Затем сестра сменила вид спорта, и Ирма за ней отправилась в центр олимпийской подготовки. И с 11 лет она занимается прыжками с трамплина, занимается весьма успешно. В прошлом году, примечательно, что только перед Олимпиадой в Пекине она стала мастером спорта в декабре прошлого года. До этого она побеждала на юниорском Кубке мира, становилась победительницей первенства России среди юниоров. Ну и вот такой феноменальный успех, я думаю, что это здорово. Ну, наверное, еще не пик карьеры, учитывая возраст. Нет, вы знаете, все специалисты говорят, что очень молодая и перспективная команда, и очень чистолюбивая. И вот эти ребята, они в интервью после своего успеха, они отмечали, что они не рассчитывали на такой результат, но о них заговорят буквально в ближайшие годы. И будем надеяться, что и Ирма Махиня, и ее коллеги по команде, они действительно еще одержат победы без помощи соперников. Ну, это уже, как говорится, их проблемы. Все были предупреждены, все были в равных условиях, должны были быть, да? Конечно, поздравляем ее, но давайте о других спортсменах. Всего, по-моему, кубанские спортсмены в нескольких дисциплинах представлены. У нас еще есть Бобслей, у нас Скелетон, Шорттрек, то есть у нас и Кулижников, у нас есть Павел Кулижников, который выйдет еще на старт в конькобежном спорте, и у него хорошие шансы на медали. Посмотрим, как все сложится на льду Пекина, но шансы есть еще. Я вчера разговаривал с руководителем Центра олимпийской подготовки Краснодарского края, и они рассчитывают, что еще медали будут. Дай бог. Сочинский дуэт бобслейстых, да, тоже представлен на играх в Пекине, если не ошибаюсь, это Елена Мамедова, да, и Анастасия Макарова, да, вот у них вроде бы хорошие результаты на европейских, мировых турнирах, но опыта на Олимпиаде нету, вы сказали, команда молодая, да, вот как справляться с этим волнением, потому что, ну что грех оттаить, груз ответственности велик. Ну, это проблема вообще общая для спорта. Я думаю, что у нас достаточно опытный тренерский штаб, и в том числе им помогают, их готовили к турниру очень опытные наставники, там и Дмитрий Абрамович, который сам имеет опыт выступления на Олимпийских играх, и боевой дух в команде, который есть, я думаю, что они готовы. Ну, а там уже все зависит от того, что будет происходить на Бобслейной трассе, и будем надеяться, что девочки, ну и к тому же, знаете, победы наших земляков, того же Алексея Воеводы, других экипажей, они уже, скажем так, помогают, помогают более уверенно чувствовать себя молодым ребятам, потому что они сейчас чистолюбивы, они сейчас горят желанием доказать, что они тоже могут. И вот пример вот этих, живой пример спортсменов, которые вместе с ними тренировались, за выступлениями которых они наблюдали, он им должен помочь. Так что я думаю, что борьба будет очень жесткая, конкуренция очень сильная, но шансы у девочек есть. Вы упомянули свои беседы со спортивными функционерами края, как вот вы считаете, Сочи в эти дни, понятно, что все смотрят и болеют за наших Пекинь, да, но вспоминают ли события восьмилетней давности, которые, ну что греха таить, произвели фурор в спортивном мире? Ну, вспоминают, конечно, вспоминают по-разному, потому что это была самая успешная Олимпиада для нас, потом последовал очень громкий скандал допинговый. И в результате в Пхенчхане мы выступили неудачно, 12 место, всего два золота. И сейчас этот результат мы уже повторили по золоту, я думаю, будет еще, еще на три золотых медали наша сборная может рассчитывать. И это говорит о том, что мы выходим из кризиса. Спортивные функционеры, это главные виновники этого кризиса, а спортсмены просто остались заложниками этой ситуации. Сейчас, слава богу, уже все приоритеты расставлены, все акценты сделаны. И выводы тоже, наверное. И выводы, это самое главное. И сейчас есть возможность действительно заниматься целенаправленной спортивной подготовкой, готовиться к самым разным турнирам. Ну а Олимпийские игры, это главный старт четырехлетия для спортсмена, это самый главный момент в жизни. Все спортсмены и зимних, и летних видов спорта, и некоторые из них были в этой студии, и они говорили именно об этом. Что Елена Весина, она говорила, что я с детства мечтала, и родители мои мечтали о золотой олимпийской медали. Хотя в теннисе приоритеты немножко другие, да. Поэтому для любого спортсмена олимпийское золото, олимпийское серебро, бронза, это самая главная цель в жизни. И поэтому сейчас, я думаю, что опыт действительно в Сочи успешно усвоен. Мы на правильном пути, и у этих спортсменов мы видим, что подросли очень талантливые, очень способные ребята, которые горят желанием доказать, что они лучшие. При том, что не всегда у них, скажем так, не то что идеальные условия, да, но нет возможности заниматься в полном объеме там, в том же родном городе Сочи, да, если мы говорим про Ирму, или я ошибаюсь? Нет, вы абсолютно правы, потому что, несмотря на то, что у Сочи олимпийское наследие в виде оставшихся олимпийских арен, и казалось бы, что и Ирма Махиня и ее друзья, подруги должны были там тренироваться. Тем не менее, этого не произошло в данном случае, потому что, ну, есть моменты, которые от нас не зависят. Была передана спортивная база фонду талант и успех «Сириус», и, к сожалению, эта смена владельца не позволила нашим прыгунам полноценно пользоваться трамплином, готовясь к олимпиаде. Мне сказали, что там не больше десяти раз Ирма прыгнула с этого трамплина сочинского в Красной Поляне. Большую часть времени команда готовилась на других трамплинах в России и за рубежом. И, кстати, мне сказали очень интересную деталь, что Ирма установила рекорд трамплина в Пекине за месяц до старта Олимпийских игр. То есть она там хорошо освоилась, и вот именно это обстоятельство перевесило в ее пользу, когда определялся состав команды. Скажем так, она не первый и не второй номер в нашей команде, и плюс еще ее возраст 19 лет. И поэтому она не входила в состав смешанной нашей команды. Да, и только в последний момент были определенные усилия и функционеров, и тренеров, и так далее. И восторжествовал принцип справедливости в спорте. Она вошла в команду и принесла нам серебро. Принцип справедливости, вы имеете в виду то, что она уже показала хорошие результаты? Нет, принцип справедливости, когда объективно сильный спортсмен должен быть в команде. Но мы знаем по борьбе, по боксу и так далее, что там этот фактор не играет основной роли. Там играет достижение твоего тренера, позиции регионов, федерации и так далее. Уже не совсем спортивный принцип. Абсолютно не спортивный, а здесь все сошлось, и Ирма, этот шанс, он может быть один раз в жизни. Она его использовала, ей повезло, и дай бог ей будет вести вот так и дальше. Ну а что касается спортивной базы, все равно нужно находить какое-то решение, потому что ведомственные и территориальные проблемы, они не должны мешать спортсменам готовиться к Олимпиаде. Да, есть городские школы, есть краевой центр олимпийской подготовки, есть базы, которые принадлежат Сириусу, есть базы, которые принадлежат городу или краю. Но, ребят, когда мы говорим про Олимпиаду, давайте забудем. Объединяться нужно ради того, чтобы спортсмены занимались. Да, давайте мы забудем о том, чья это база, кто ею владеет и какие интересы. Интерес у нас один, потому что сейчас эти трансляции смотрит весь мир, вся страна и болеют за нас. И поэтому нам важно, чтобы мы сейчас выглядели достойно. Поэтому вывод этой Олимпиады еще предстоит сделать, но один из них для нас на местном уровне нужно все-таки забывать, откладывать в сторону вот эти все проблемы, ведомственные, межведомственные, и радоваться спортсменам и помогать им готовиться к Олимпиаде. Александр, я не могу у вас не спросить о ходе этой самой Олимпиады, потому что она безумно интересная, но то и дело скандалы сотрясают. Вот эти вот матчи женского хоккея в масках для меня удивительно. Как это вообще возможно спортсменам? Или вот небольшой инцидент произошел с нашей командой по шартреку, которую, собственно, сняли соревнования из-за контакта. Уж я не знаю, как это называется. Ну, знаете, первое, если брать вот скандалы, то первая линия этих скандалов, это, конечно же, любая страна, организатор хочет как можно больше медалей завоевать на домашних играх. Мы видели, как в Сочи это делалось, да, и китайцы другими способами пытаются это сделать. Они воздействуют через судейский корпус и так далее, провоцируя соперников, как это было в шартреке. И поэтому очень сложно. Сборная Кореи вообще заявила о том, что она один из фаворитов была этого турнира, но пока не получает медали там. И они заявили, что китайцы несправедливо используют преимущество хозяев. Они влияют на решения судейских коллегий и подумывают о бойкоте. Но этого, конечно, не случится, потому что Олимпиада будет продолжаться. Но не все способы достижения успеха хороши, да, в данном случае. Если брать другие организационные моменты, ну, понятно и ситуация с ковидом, когда спортсмены живут в одних пузырях, журналисты в других, они не сообщаются. Это же влияет на качество материала тех же журналистов. Это влияет на общую атмосферу праздника. Это атмосфера. Это прежде всего атмосфера, потому что Олимпиада – это атмосфера праздника спортивного, общения какого-то. Что касается организационных моментов, то мне, например, тоже, помимо отсутствия вот этого контакта, общения журналистов, спортсменов, зрителей, мне показалось, что китайцы все-таки ради успеха Пекинской Олимпиады, потому что это впервые город принимает и зимнюю, и летнюю Олимпиаду. И понятно, что в Пекине нет снега, такого снега, который необходим для проведения зимних Олимпийских игр. И этот снег искусственный. И, кроме того, уже многие ученые заявили о том, что вода грязная, то есть она не экологически чистая, и поэтому в этих условиях спортсменам выступать крайне сложно, потому что искусственный снег отличается от натурального. Тренируются они в одних условиях, выступают в других. И поэтому здесь цена этой медали, олимпийской, золотой, серебряной, бронзовой, она очень высока. И поэтому мы должны понимать, как тяжело спортсменам, как тяжело журналистам, и как хорошо быть зрителем, просто наблюдать с экрана своих телевизоров за ходом собрения. Благодаря картинке, потому что профессионалы на аренах и профессионалы за камерами. Не могу еще не спросить по поводу заявлений тех же канадских фигуристов, если я не ошибаюсь, которые говорят, что нужно, наверное, убирать дисциплины, такие как фигурное катание, потому что команда России или уж объединенных атлетов России забирает все золото. Ну что это такое? Нет, ну вы знаете, что золото? Пока мы выиграли только одно золото в команде. Причем наши тренеры поставили очень многое. И выступление Кондратюка в короткой программе показало о том, что он выложился в командном турнире и провалился, полностью провалился. 23, по-моему, или что-то такое. Да, поэтому здесь просто нам важно было выиграть это золото и были брошены в дело лучшие силы. Что касается личных соревнований, то мы помимо Камилы Валиевой 100% не можем рассчитывать на золото. Да, шансы есть и в парном катании, и в спортивных танцах. Однозначно их нет уже в мужском катании. Произвольная программа ничего не поменяет в этом плане. Поэтому одну медаль мы точно получим. И есть вариант, может быть, наши фигуристы в паре смогут выиграть золото. Поэтому мы не доминируем так, как видят это канадцы. В командном турнире это преимущество было огромным, конечно. В завершение беседы хочу у вас спросить. Вот вы очень важную такую фразу сказали по поводу Пекина, что удалось провести летние игры 2008 года и сейчас уже зимняя Олимпиада. У Сочи вообще такие возможности есть, как вы думаете, в обозримом будущем, в перспективе, пусть не ближайшем, но десятилетия? У Сочи такие возможности есть. Да, но для сочинцев лучше, чтобы все-таки эту летнюю Олимпиаду принял более крупный город, такой как Санкт-Петербург, Казань, Москва и так далее. Поэтому шансы есть, спортивные арены есть, гостиничная база есть. Но инфраструктура уже для летней Олимпиады, ее будет недостаточно. И слава богу, это понимают в том числе и руководители страны, и руководители Олимпийского комитета. Я думаю, что кандидатура Санкт-Петербурга была бы объективной. Спасибо вам большое, Александр, за эту беседу. Я напоминаю телезрителям, что это была программа подробная. Мы говорили с Александром Блиновым, это спортивные обозреватели, говорили о ходе Пекинской Олимпиады. Болеем за наших и оставайтесь с нами.